Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что вы не задали вопрос, а просто описали определенную ситуацию. И, соответственно, ваши чувства понятны, ваши чувства ясны в данной ситуации. И, да, психолог может помочь вам их прожить, и, очевидно, есть какие-то обиды, очевидно, есть какая-то злость, очевидно, есть и какие-то потребности, в частности, в, может быть, близком, таком дружеском, да, открытом, искреннем общении и так далее. Вот. Но в то же время поддержка, которую вы хотите, очень абстрактно звучит. Да? В чем бы выражалась эта поддержка? Вы пишите. Я разорвала связь с единственным другом. Мы дружили 7 лет за все эти годы. Он был для меня самым близким человеком, который меня во всем поддерживал. У меня были, у нас были общие взгляды, на жизнь полностью совпадали. Ну, тут, очевидно, имеет место быть слияние, слияние ваше с ним. То, что он вас во всем поддерживал, и в целом говорит о том, что вы нуждаетесь в поддержке, это, конечно, несколько прообесцений. Да? То есть, ну, понятно, что в поддержке нуждаются все, но вот то, как вы это описываете, на мой взгляд, все-таки больше прообесценивание. И то, что человек позволял себе по отношению к вам какие-то вещи, ну, тоже, к сожалению, говорит о том, чтобы себя обесценивать. Вот. Дальше. Он всегда был рядом в трудные минуты, во многом помог иногда деньгами, и больше близких друзей у меня никогда не было за все время. А как так получилось? Как так получилось, что не было? То есть, ну, это же, наверное, несколько... Ну, странно, что у вас больше не было друзей. То есть, вам получается сложно, ну, сложно заводить контакты, сложно сближаться с людьми. То есть, вот, если, ну, что-то такое есть, да, то давайте вот попробуем, попробуем на это, да, обратить ваше внимание. Вот. Как вычисто, что человек единственный у вас, получается, друг. Так, нам было хорошо вместе, ну, вот вы говорите, нам, кому нам, давайте право, вам было хорошо, за счет чего. Временами неприятно себя вел, было такое, что он настолько неприятно себя вел, что я везде блокировал его, но находился способ написать с фейков огромное сообщение о том, как он сожалеет о случившемся, и каждый раз я с ним мирилась, и все было отлично. Такое ощущение, что ему нужно было просто попросить вас в прошении, и вы готовы были вернуться только потому, что он давал вам то, что вы нуждались. При этом, вот, игнорируя факт обесценивания. Потом это повторялось снова и снова, ну, правильно, если с этим не работать, это будет постараться. Такие случаи были несколько раз в год, цикл со ссорой и возвращением, где он глятвенно обещал, чтобы все понял, уважают мои чувства. Ну, понятно. Я думаю, что в какой-то степени вот это вот обесценивание вас, оно тоже выступает здесь вторично выгодной, хоть и неприятной. У меня не оставалось никаких сил, я была абсолютно измотана. А на что вы тратили силы, от чего вы измотаны были? Наконец, решило, хватит это терпеть, нужно прекратить окончательно разорвать и не отвечать на эти внезапные сообщения. С извинениями было очень сложно. А с чем именно вы расставались? Я где-то 4 месяца на это решалась, чем связано то, что так долго. И вот закончило общение, заблокировало все профили, теперь ему просто некуда писать, а если напишут, то я проигнорирую. Вообще заметила странную вещь, как только у нас началась дружба, я редко переключился на него и сравнил все другие социальные контакты. Связано это с тем, что вам социальные контакты не особо важны. Вот, то есть, ну, вы не очень внимательно, с эмоциональной точки зрения, видимо, их выстраиваете, да? То есть, ну, в целом, вероятно, не очень внимательны вы к себе. Вот, как только у моей жизни появился он, я все прекратила. Любое мужское внимание и попытки познакомиться я не замечал или сливал. А вот здесь интересно. Вы говорите, что это друг. Тогда при чем здесь мужские попытки, ну, то есть, познакомиться с мужское внимание? Это ведь не одно и то же, как это связано? Прошло около двух месяцев, я сейчас работаю, понимаем, как выйти из этого транса и все, сделать этот балл, но заметила, что резко приведет больше сил. Так, ну, вы описываете, что вам хорошо и то, что вас периодически пиляется ностальгией, хочется, как говорится, обратно. Это при потребности. Ваши потребности необходимо увидеть и научиться просто иначе их удовлетворять. Ну, и, конечно, прожить вот эту вот травму, расставание, да, вот те чувства, те чувства, которые остались, вот тоже это сделать, ну, на мой взгляд, нужно, да, потому что, потому как, иначе просто вам будет, ну, тяжело достаточно. Вот, а я думаю, ну, я думаю, как-то так, поскольку, ну, вопрос вы не задали, то обратно связь, она такая, вот. Попробуйте, вот, заметьте, когда вы говорите, что, значит, хочется именно писать, да, вот, это вот что за чувство на самом направлении? Ведь то, что человек для вас что-то сделал, совсем не означает благодарность, вы хотите написать не из чувства благодарность, спасибо тебе большое за все, что ты для меня сделал. Совершенно очевидно, что это другое, совершенно очевидно, что это вот как раз история про то, что он для вас только сделал больше, больше для вас. Столько никто не сделает, и, соответственно, очень плохо, очень, ну, грустно и, может быть, даже страшно такого человека терять. Ну, вот, ну, вот, понимаете, какая тут история-то, что вам нужен человек, который бы для вас, для вас, ну, условно, много делал, и делал совсем, ну, не в этом, то есть я тут не собираюсь вас как-то обвинять в том, что вот у вас там меркантильные, значит, какие-то интересы и прочее, нет, речь на самом деле немножко о другом речи, о том, что вам нужно, чтобы для вас что-то делать, то есть, когда для вас что-то делают, вы, вероятно, ну, как-то вот ощущаете себя, ну, приятнее, да, чувствуете, может быть, свою важную значимость и ценность. Вот, ага, в купе, в купе, в купе, в купе с тем, что вы забили на свои увлечения и дела, когда человек появился, ну, я думаю, что вот глобально это проблемой для вас является наиважнейшей, то, что вы сами не очень понимаете, куда движетесь по жизни, к чему, или хотя бы на что вы обращаете внимание. Отсюда нет ощущения собственной ценности. А что касается этого человека, то очевидно, что он является собирательным образом своего того, что вы хотели бы. Может быть, собирательным образом того, какой бы вы хотели себя видеть. Механизм слияния возможен тогда, когда у человека идет самоотвержение, то есть, человек отвергается от себя. Вот с этим тоже нужно поработать, поисследовать, посмотреть, насколько все это для вас актуально и корректировать это все. Всего самого доброго вам, удачи!